Дмитрий Яковлевич Брусник родился в 1924 году в Уридском районе. В 1942 его призвали на фронт, где он командовал минометным подразделением. Дмитрий Яковлевич ходил под огнем вплоть до 1944 года. В боях за освобождение Белоруссии был тяжело ранен и больше года находился в госпитале. Победу Брусник встретил лейтенантом. Вернулся домой, тесла жар руки, сидеть не стал. Наши батьки давно приехали, больше 150 лет сюда назад. И с тех пор они и мы все служили нашей благословенной и доброй родине, республике Казахстан. Дмитрий Яковлевич, а вас можно сказать и написать столько, что три вечера бы не хватило все перечислить. Он встречал Линда Ильича Брежнева на Сарикольской земле. Он встречал жену Молотова, Полину Жемчужную. И вы, Дмитрий Яковлевич, являетесь нашей живой историей, нашей памятью. Мы вас ценим, мы вас обожаем. Дмитрий Брусник за свою долгую жизнь руководил районами, был председателем Кустанайского облсовпрофа, Кустанайского филиала Организации ветеранов страны, дважды избирался депутатом Верховного Совета КССР. Множество у него и наград, среди которых ордена славы Отечественной войны, три ордена Трудового Красного Знамени, медаль за отвагу, полученная после Курской битвы. Но собравшиеся в зале областного совета ветеранов-люди вспоминали больше не его высокие звания и должности, а способность Брусника оставаться человеком с большой буквы в любой ситуации. Вот это наше поколение, которое мы с вами вместе прошли в профсоюзное движение. Огромное вам спасибо от себя лично, от нашего поколения, наверное, скажут всем. И за ту мудрость, за тот опыт, за тот жизненный опыт, который вы нам преподаете, я преклоняюсь перебарить. Дмитрий Яковлевич стал инициатором строительства санатория «Сосновый бор» вплоть до выбора места и посадки лесов в Бурицком, ныне Сарыкольском районе. Это было как раз в 65-66 годах. И по сегодняшний день, проезжая мимо этих сосен, я вижу, как их высаживали. Я помню эти пыльные бури, потому что я жила в совхозе имени Лермонтова. И в это время ездила в школу, в Урицкую среднюю школу на автобусах. И каждую субботу эта пыль действительно, она заставляла останавливаться транспорт на дорогах. А когда появились посадки, и сейчас растет удивительный сосновый лес, то невольно думаешь, насколько силен человек, насколько настойчив. Потом Дмитрий Яковлевич мне рассказывал, что это ему стоило почти должности и почти партбилета, потому что он вывел посевные поля из территории, засадил сосной. Это не всегда понимали. Собравшиеся гости, которые с трудом поместились в зале, дарили юбиляру цветы, грамоты и подарки. Среди них, к примеру, от Акима Кустанайской области набор серебряных монет. От главы Сарыкольского района «Картина». Дмитрий Брусник внимательно слушал каждого и принимал подарки обязательно стоя. Человек, которому исполнилось 95 лет, был немногословен. Вы мне сделали большую зарядку. Спасибо вам большое. Спасибо. Здоровья, благополучия. Алексей Кутрявцев и Татьяна Калюжная, РТН